С 2013 года в Минске в учреждениях общего среднего образования начали внедрять интеллектуальные документы учеников, карты учащихся. Они представляют собой идентификационный документ и банковскую платежную карточку. На лицевой стороне изображена фотография ее владельца, дата рождения и информация об учебном заведении. Такие универсальные карты используются как электронный пропуск, платежное средство, проездной в общественном транспорте и другое. Изучать электронные услуги в образовании мы отправились в столичную 51-ю школу. Все функции этой карты полностью реализованы. Это электронная пропускная система. Вы, наверное, заметили, что наше учреждение образования оборудовано электронным замком. Каждый ребенок приходит, прикладывается карточкой к считывателю. Вся информация сразу отображается на нашем головном компьютере. Родители имеют возможность подключить функцию смс-оповещений. В результате они будут знать, когда ребенок пришел в школу и когда, соответственно, вышел. Если ребенок пришел вовремя, смс-оповещения не приходят. А если опоздал, приходит смс-карта. Карта учащегося может использоваться для авторизации в компьютерных классах или лингофонных кабинетах. Перед началом работы за компьютером ученик кладет свою карту на считывающее устройство. На экране отображаются его данные. Учитель назначает компьютер, а школьник регистрируется на своем рабочем месте. Эта система значительно упрощает работу учителя, позволяет ему контролировать выполнение заданий. Карта учащегося способствует и повышению финансовой грамотности детей и является полноценной банковской платежной карточкой. Она оформляется как дополнительная карта к счету родителей в банке и действует как в школе, так и за ее пределами. Можно платить везде, где установлены терминалы. Наши родители имеют возможность пополнять вот эту карту и, соответственно, дети имеют возможность покупать, как я сказала, в магазинах Республики Беларусь и рассчитываться за нашу бакетную продукцию. Но родители также имеют возможность контролировать, куда ребенок и какую сумму он снял, и что даже было купено. Кроме того, если вы обратили внимание, здесь на карте учащегося есть 14 цифров. Используя эти цифры, наши родители могут оплачивать аванс платеж за горячее питание для учащихся 5-11 классов. Это очень здорово, ведь на сегодняшний момент многие родители вынуждены давать наличные деньги детям для того, чтобы оплатить горячее питание. Раньше достают в портфеле деньги, кучу бросают, считают. А сейчас без проблем. Деточки карточки положили, все, денежки сняли, и со счета родителей еще. Интересно, что родители могут не только проконтролировать расходы по карте учащегося, но и ввести запрет на использование документа вне школы. И, конечно, ни сигарет, ни алкогольной продукции по таким документам дети не смогут купить. Кроме того, карта учащегося в городском пассажирском транспорте является основанием для предоставления льготы на проезд. Не нужно показывать никаких справок и документов. Долой бумажные формуляры и карта учащегося выполняют также функцию электронного читательского билета. Как это работает? В каждой книге есть электронный штрих-код, информация с которого считывается и записывается на карту учащегося, что экономит время и библиотекаря, и ученика. В настоящее время карта учащегося внедрена в 15 учреждениях общего среднего образования города Минска. Планируется в 2016 году внедрение интеллектуального документа учащегося во все учреждения общего среднего образования города Минска. Да, здравствует электронная школа и стимул к познанию и творчеству. Анастасия Макеева, Алексей Ершевич. Специально для студии «Хорошего настроения».